всем здравствуйте это координационный центр и мы продолжаем серию видео интервью приуроченных к 20-летию координационного центра сегодня с нами дмитрий бурков дима здравствуй добрый день расскажи пожалуйста о том как вообще как вообще началось как ты появился в интернете с чего ты начал свою трудовую а может быть и не только трудовую но деятельность но и слова интернет не люблю и не признаю в это классно не потому что собственно говоря откуда это идет то есть интернет-воркинг взаимодействие сетевое интернет частный одно из вариантов название там одной из подверстий в рамках проекта арпана то есть гражданской части то что с какого-то момента стала использовать и себе и все почему-то смотрят что это и пытаются изобразить что это как-то все у американцев строилось как военная сеть ни черта подобного то что люди тратили эти деньги которые у них были в распоряжении хорошо с чего начал ты как ты появился на горизонте а чё на самом деле просто студентом с первого курса все занялся моделированием сетей на кафедре про сути одна из первых моих курсовых работ зачем мне захотелось я посмотрел вокруг кто занимается сетями обнаружил что образуется в цели гражданского академии наук со профильной лаборатории которые будут заниматься сетями на базе людей переехавших из новосибирска я просто пришел туда и сказал я хочу у вас работать студента но мне показали машину сам 4 называется сказали а вот это говорит лента с тем что называется юникс ну вот и собственно говоря нужно было оживить эту операционную систему на этой машине интересная задача для студента просто практически она через год но под вывеской научного младшего научного сотрудника я поехал на сходку первых юниксоидов портвину где собственно говоря стартовал идейный проект который стал называться много позже как демос диалога едино мобильной операционной системы просто формально официальное название нужно было шутку с мишпаремский мы назвали у нас ну юникс у них у нас первоначальное кодовое название ну и в рамках то есть той команды которая тогда сформировалась вокруг в общем-то шли работы по оживление юникса или написание версии линиса для всех компьютеров стран сэв все что производил в странах сэв ну когда это завершили мы подумали был труп вопрос а почему бы нам не получение госпремия но у нас было слишком много госпремия поэтому выбрали вроде бы премия совета министров годится чтобы нас всех накрыть чтобы там не приставали но попутно да многие вещи как у точки пересечения это было удобно и пк мин автопрома открытая площадка не то что курчатник и все остальное то есть без всяких форм допуска где мы предпочитали встречаться пересекаться ну собственно говоря там на компьютерах и пк мин автопрома мы начали обмениваться между собой электронной почтой не означает что у нас не было сетей то есть собственно говоря для меня существовала та же самая академ сеть у кого-то был доступ к сетям вне и пасы то есть и аснет выход в австрию собственно говоря шлюз в выход через вне и пас в ясу соединение с другими с 25 сетями он был сделан в начале восьмидесятых у олега спиранова но многих людей там не уже никто не помнит как олег шмыков кто этим занимался ну кто помер работал какое-то время там и колеса имеет доступ у олега шмыкова и собственно говоря но поигравшись закончив с демасом пошла когда все на всем есть появилась задумка что-то наделать сетями тем более либерализация ускоренными темпами позволяло получить железо которое было недоступно на технический прогресс здесь тоже имел значение и не только для нас собственно либерализация в мире привела к появлению открытого рынка и но просто напомню то есть конец восьмидесятых но доступно были на модем и лучшем случае 1200 бот и появление в конце совершенно 89 2 400 и коррекция ошибок существенно облегчила жизнь до позже до этого мы в принципе все сети стояли на синхронных модемах и ночью и честно говоря это были не сети а просто скорее аналог все коммутации каналов не столько коммутации пакетов сколько коммутации каналов пойдя идеологически то есть он был удаленный доступ в общем-то удаленным доступом компьютером не в советском союзе не в мире никого нельзя было удивить это была норма сейчас изображать сетей не был нет в общем уже центр красиво поздно были большим не моим в моем родном вц собственно говоря мы обеспечили там порядка 100 удаленных терминалов к нашим бэсм и сайбер на именно так удаленный терминал ну да они были все но академ сеть то есть но да это было модифицированный x25 и кубач был там свой вариант через который можно было присоединиться к вне пасу например а расскажи про демас и про появление доменов ну вот советских российских ну да демас но первых к на самом ли когда мы сделали кооператив первый вариант он назывался интерфейс в общем но мы считали что мы не можем не разбираемся в бизнесе поэтому мы взяли и в качестве директора наняли главный инженера автостанции ваза вот этих станции ваза это сандропова нам там что-то подобное еще на поликала власти да 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 но за год он привел наши финансовые дела в ноль то есть мы потеряли как минимум я не знаю 500 800 тысяч долларов можете представить на сал панели хотя время то есть после чего на самом деле запу запустили второй вариант то есть кооператив демас довольно забавно на самом деле происходил все это с историей связано потому чтобы сам кооператив к обсуждать основное такое между собой принятие решения там мы встречались у давидова на даче которую он купил у одного из только что купила но своих приятелей которые после был членом гкчп номер был простой на самом деле не было от этих это не было никакой не рублевка и прочим поэтому дачи в районе внукова она вполне была до министра там приемлемо приемлемо и почему-то скромно но сделали демс собственно началась работа через демас и восемьдесят девятом году у нас но о некоторых вещах я все равно не хочу говорить по той причине что мы были мы были скромные люди но мы влияли на к достаточно крупные проекты и закупки в советском союзе на самом деле к этому моменту в разных отраслях в разных местах и конечно у нас был бы и доступ к информации разные к технологиям то есть хотя бы на где-то по документам и выставка выстраивалась картина чего мы хотим потому что если кто-то занимался закупками там для меня средмаша но в этот момент как бы ситуация облегчилась то есть табу многолетняя на закупку выследной техники для средмаша она закончилась во многом но пол с уходом александрова но под это за судьи педы пи-170 покупали вместе с электронным микроскопом как электронный микроскоп то есть это были ограничения внутрь ну да и не на застанье по стране были были внешние ограничения со стороны какого и были еще внутренние ограничения но без отраслевые но не новый шок то еще для иностранцев которые при но во-первых не забывает что здесь существенный момент не надо забывать в афганскую войну с 80-го года мы оказались под жестким информационным эмбарго то есть это недоступность не то есть вообще даже наличие какой-либо научной литературы журналов и так далее это было крайне затронено но отметим сразу потепление стало заметно сначала потока иностранцев но для меня как я узнал о сетях то именно другого типа конечно теоретически мы отслеживали у себя то есть разные направления потому что вышел а еще не было нсф нет но шла речь на самом деле о различных проектах национальных научных сетей в штатах был еще акцент до 85-86 года звучало 85 еще звучала сеть доступа к суперкомпьютерам но тут приехал один профессор ко мне в институт то есть это был сын как я после выяснил нобелевского лариата в области экономики хаека у него был годовой отпуск он приехал с женой это во первых то есть начался поток ослабка это послабление это уже после приезжали там министр торговли соединенных штатов я вспоминаю то есть я встречаюсь с министром торговли соединенных штатов примерно 88 это попозже а это было 85 84 и он говорит а мы закрываем этот проект уже не полетит вот цеснет то есть на никто не акцентировал что эти себе это вещь а этот мы свернем потому что суперкомпьютеры да но они важен не доступа уже а важно сама сеть и тут в голове у нас в мою шепту жена я щелкнула поэтому где-то под подбор информации решений уже пошел в эту сторону а на брюхе привозили такие материалы американцы это была фантастика не ну потому что пример я с тех пор вспоминаю когда вот оставляют мне ленту на столе выезжая и открываю там проект виртуальный марс не только с документами но все сходными кодами она жизнь была довольно интересная потому что все то есть вся информация носилась на брюхе через конец и чистую оставалось просто где-то у кого да и просто другое было в на самом ли определенном смысле все равно существовал нет довольно странное такое братство между чем что нас нельзя держать в изоляции нас нельзя держать в черном теле больше просто будет хуже мы отобьемся от рук и превратимся в каких-то диких зверей поэтому лучше нас кормить информации я вот хорошо помню тот момент когда стали появляться услуги по подключению к юзнету поначалу каким-то таким больше больше просветительско-научным местам и нет но для меня лично было просто дружу жур на самом деле просто другое потому что конечно делая то есть все это демонстскую линейку то есть доступ к tcp и пи во-первых юси пить и пи мы получили с начала восьмидесятых естественно то есть там у кого появился появились ethernet или прочие на самом ли на вы и естественно мы игрались если все было кривое у них тоже ничего не работало все честь повсюду на самом деле что и у нас то и в штатах все это ручками докручивалась парстеки были сырые во вторых конечно в теоретических бумагах писалось одно в коде было совсем другое это все естественно зависело от конфигурации того или иного железа и зачастую не работал он худо-бедно от начало работать внутри по крайней мере некоторых площадок между на уровне нескольких машин и в общем это добились но просто пример то есть почему без и потому что на 16 битных машинах удавалось запустить уже код где был стоп тс пепи это был в этом существенный момент то есть без d28 без d29 более-менее стабильно и соответственно ничего сама не работала все приходилось переписывать то есть особенно ключевые места и поэтому просто когда появились модемы но уже как оператив демос ну а первых начал народ раскидался колесов пошел диалог пятизрелого поставил свою машину то есть у него был уже модем поставить первые едва делал попал январь девяносто перед новым годом и сразу после когда первым это первая машина которая была поставлена круглосуточный режим то есть хоста через который уже шла связь по юси пи но просто разумным на тех скоростях которые были доступны было работать по юси пи не почту сразу же это вышли на юси пи то есть очень быстро была переведена то есть здесь в основном вадик с участием бакулинка она была переведена то есть днс нотацию и собственно говоря мы работали с адресации в рамках днс очень быстро сразу то есть то что уже в мае то есть практически в масштабах дать что это не присоединил 90 год примерно ну то есть реально переход и буквально там это буквально недели каждой неделе потому что например ленинград и мы с вадиком переименовали в санкт-петербург и домен был установлен это было 3 или 4 мая 90 года то есть это было это была нормальная почта с днс нотации со всем остальным с другой да это мы пилась в юси пи но в принципе другое такой же применялся ты такие же трюки поле применялись во многом и по ее на эту то есть по европейный юнис юзер группе на этом стало называться девяносто третьего года а затем еще все достаточно быстро то есть володин подцепил в таллине лео томберга тогда еще не сошел своего с ума а так как лео побывал в хельсинки потусовался с молоденьким 18-19 лет петри ойла который был студентом о живых хельсингиуса выехал хельсингиуса джиуфа и просто дал пароль и лево так лево ничего толком здесь особо не умел в лучшем случае то себе через без работать я пойду почему ему некоторые вещи не делали раньше дело в том что шла модернизация сети связи советского союза и собственно говоря восемьдесят девятом году насколько помимо восемьдесят девятом было запущено мтс московская то есть развитием мт вообще прямое то есть то что делал зверев это вполне она была связана с тем с влиянием на то что было мы после уже с руководством мгтс после обсуждали что же тогда творилось и какие мы были отвязаны но они вообще тоже догадывались что мы делаем в первую очередь ну во первых ведь автоматической международной связи международной связи не было было включение международной связи были подключены страны сф то есть появилась возможность позвонить номер берлин просто набирая не не сказать что между автоматической международной связи международной связи не было в советском союзе она появилась просто я уже не помню какой год чуть пораньше но стабильно все начиналось москвы и здесь появился побочный эффект собственно говоря именно в девяностом году исследуя когда был включен режим автоматического набора володин получил в распоряжении имея в распоряжении в одном чеке начал их перебирать не я поясню то есть международная связь была и мы связывались внутри страны но в отношении международной был ключевой момент это обнаружение вот как раз это в августе возможности набора нескольких стран страны четыре были доступны финляндия что-то типа аргентина или не помню интересно совершенно ну вот в общем в остановке но так финляндии так за было подыскано то есть кому позвонить во вторых это так как биллинга на это не было это длительное время нет и какое-то время не тарифицировалось поэтому мы стартовали довольно в комфортных условиях но в течение месяца на самом деле то есть заработали в стабильно не только шлюзы фактически мы просто включили сеть у нас уже было мы просто поценили и начали работать звонить за рубеж ну это че входить входить так дальше было теперь то есть дальше это были все извини меня и себе транслирусов tcp айпи затем это все шло через nordunet поверх сети nordunet x25 шло до ну потому что мы вошли как unix юзер-групп мы сразу же быстренько сделали чтобы не подставлять друзей потому что вся такая деятельность особенно она была жестко запрещена законодательно в европе все же было монополии и госмонополии поэтому в европе сетями можно было заниматься для себя для друзей из клуб ну да вот мы вошли в клуб энтузиастов сделав Soviet Unix User Group и то есть прикрыв попу нашим европейским друзьям и коллегам то есть европейский Unix User Group и в дальнейшем какой-то момент назывался Euroopen то есть ассоциация пользователей разработчиков Unix в Европе скажи пожалуйста а что ты помнишь из момента появления но изначально кстати мы назывались ussa.eu.net затем очень быстро то есть когда Димка связался с пастелом написано что это Вадик на самом деле насколько я помню все это делал Володин именно переписку что Вадик предпочитал работать с кодом а не общаться с людьми Володин был более склонен потусоваться с людьми Расскажи пожалуйста что ты помнишь из старта домена .su? Что ты помнишь? Все что хочешь вспомнить как ты это все воспринимал? Для меня было приятно переименовать Ленинград потому что было в Санкт-Петербург очень скоро так у меня один из первых клиентов была мэрия и госкомитет ну и комитет соответственно по внешне экономическим связям они быстро начали это использовать и просто в мозгах уже на самом для нашей местной власти ну все для меня вообще выходить в дворец и в соседний было вполне нормально ну потому что КВС возглавлял Чубайс тогда на Чубайс я помню по совету молодых ученых специалистов я был председателем своего института мы все вместе занимались МЖК Академии наук но эти ребята из Финека включая там этих Кудрина и прочее честно говоря они популярностью особо не пользовались потому что нос у них был задран а толку от них было мало а после ну другое после я уже задним числом когда-то позже прочитал что дальше КВС возглавлял Путин но я его не помню я помню только его замов хорошо и помню соответственно другую ну просто был один из комитетов как-то перевод мэрии ну для совет давай немножечко переедем ближе к 94 году что ты можешь вспомнить из своей жизни и деятельности уже ближе к 94 95 годам не но когда я в итоге эмигрировал в Москву что тебя сподвигло да просто лежал я в съемной квартире смотрел потолок позвонил мне а Сережа Барачко я сказал ты не хочешь мне кажется было правильно чтобы в этот момент когда еще Дема собирался входить в Аурелку чтобы ты стал одним из директоров Аурелку ну хорошо затем Дема разругался уже пошел конфликт вышел но я в итоге все-таки стал то есть если Валера был таким видим политическим директором по развитию то моя роль была техническая развития ауреал ком ну и вы на это все как бы она вывалилась потому что да ну если я просто напомню он был записан там были очень теперь турбации начинал с кооператива дема затем это было переведено на совет юник юзер групп затем на real team здесь шла эволюция попутно на самом деле под структуру который стал называться рост нейросом привлекли привели но марат наверно привел все-таки лишь платонова но лишь нужно было помогать потому что ничего у нее не было нужно было придумывать ему деятельности деньги но таком человек был не злобливый умеющий найти компромисс со всеми то есть не входя в конфликты то стало естественным таким нейтральным я напомню сам все говорят углов всегда было пиринг коннекции да ничего не было все воевали друг другом железно весь трафик ходил через запад поэтому первый то есть прекращение войны с демасом и затем формирование то есть точки обмена трафика то есть здесь это на м9 был такой существенный момент хотя сан билл джой дал сан это был на сук и мы поставили туда с парк стейшн я получил себе подарок на была отдельная песня как и и проводил через торможню советского союза скажи пожалуйста а ты вот упомянул мтс 9 то когда она была свеженькая станцию то она как раз то строилась тогда когда появлялась автоматическая международная связь да а вообще как возникла идея построить точку обмена трафиком именно на мтс 9 мы не идиоты были вообще честно говоря к этому моменту достаточно не забывая все таки был вовлечен в сети строения то есть имел представление во вторых мы взаимодействовали с людьми которые были не последние в к обстрое минсвязи ну во-первых наверно в советском союзе представление что мы до сам было гораздо легче выходить на первых лиц получения правильных ответов правильной информации на глав госкомитетов или прочее но в зависимости от того учитывая что создание демос это все таки было больше дюжины институтов участвовал главных институтов страны в своих областях и в своих то естественно мы выходили если необходимо было на любой уровень связи находились получение информации во первых мы делали что-то интересное поэтому естественно находились и люди которым я там тоже было интересно да то есть там где-то не переходил там густо и хотя в момент развала на самом ли по моему тогда им тогда вообще продавали во все все что все что все что еще не развалил даже не продавали сама доставалась да так нет брать так дороже было содержать хорошо но поэтому достаточно быстро во первых нормальной здесь но ковыряли во все стороны на самом деле в принципе говорю мы не безобидные все-таки все институты были то есть информацию вообще она была во многом доступна мы понимали что куда и чего что имеет смысл где где хоть какие то что пускай заморожено при развале союза на что можно было до этого не достроены можно было использовать но иногда для того что происходило в москве нужно было немножко отбежать в сторону там узнать а затем вернуться и войти уже в правильную дверь и это было причем это прошит не коррупции и что-то еще а просто но здесь было и где это у нас все равно не было у нас была идея тогда бы это же стал тогда были телефонные справочники вместе с фамилиями и телефон прямыми телефонами людей принимающих решений можно было позвонить на при это тоже было хотя на самом деле но мы не использовали потому что нас не было в этих справочников это было некрасиво это было просто непорядок 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 неприлично то что мы начали использовать там извини то же самое второе поколение сети искр то есть цикаж на сетку но и были разные то есть не нужно сразу чисто вертушки вторая искра все-таки была построена на цифре у вас расскажи еще про вилком вот дальше во что стал в твоей деятельности в твоей жизни превращаться вилком но мне пришлось эмигрировать и заняться этим полностью то есть я был такой директор бомж то есть я жил либо в поездах то есть ночевал в основном поездах либо ночевал у друзей под столами у меня был спальник сюда с собой в таком достаточно долго прожил в таком периоде и мотаясь по стране но где попало там прочее зато минимализм то есть был максимальный максимальный минимализм хорошо а вот не вы чему говорили почему при развале союза мы сразу не сделали рью это последствия тех конфликтов которые были было невозможно договориться между собой если ладно то есть как но по крайней последнее сопротивление очень долго было андрюша ментковича который мне пришло во первых писались письма туда что вот это все же верили это не все же все же верили в россии как в законы но привод после длительным убеждением мне удалось говорить андрея согласиться у меня была роль привели создание то есть чтобы собрать всех вместе чтобы никто из комнаты не вышел без подписи то же самое сам искать на самом деле ну в общем а то есть загнать загнать организовать рабочие процессы до назовем так хотя они обвиняли то есть но в таком в давлении на психику в силовых методах назовем хотя я считаю что это был единственный способ потому что иначе шло бы до бесконечности резюмирует твоими стараниями к девяносто четвертому году удалось договориться и подписать общие документы рю рю и айкс рю и айкс хорошо не важно кто что думает просто я знаю какой кроме это стоило какой ну куча нервов мне пришлось просто этим заниматься главное чтобы перегори чтобы никто никуда не сбежал по штане мы дрались ругаться между собой даже за столом а думал ли ты тогда в девяносто четвертом году что концу века придется полностью менять структуру вообще предоставление сервисов в этом домине рю не на какое-то время я просто то есть но она поехала то есть своим путем то есть при этом образовалась тогда корниционно потихонечку такая пошла экспертная поддержка требовалась самого начала палочки бы сам не выдержал поэтому в некоторый формат который стал после называться корниционной группы естественно существовал практически с самого начала но даже уйдя из релкома но после провала проекта деловая сеть россия уже не было честно говоря стыдно смотреть в глаза в том числе генералом но это примерно 10 сидя 1 1 1 1 5 5 1 все по парта разлетелась сразу на самом деле это возня борьба за между спецслужбами за фапси она очень нам всем обошлось по разным ну кому как ну поэтому да в девяносто шестом году я сидел в камстар просто посмотрев туда-сюда вырывает об чем-то не пойти вот там ну такой я немножко получился но потом другой стороны все таки было первое списка под гарантии королевы но мне было интересно поучиться здесь не только вольницы то есть ну я в принципе от релуком я вел все отношения с европой уже намотался хорошо но из традиционной западной бизнес-культуры корпоративную культуру западных до компаний но и до сих пор на самом поддерживаем до сих пор все отношения но эти люди на самом деле они повлияли после на создание и других структур которые продолжают работать я помню я помню от камстара трамкинговую связь по все по всемирной россии но ликбез по финансам по основное по управлению бизнес финансами всем остальным я очень быстро получил из очень хороших рук то есть хорошо на пальцах ну совершенно не вредно периодически было встречаться людей про которых в англии говорили он считает звезды с королевой очень полезно протрезвляла на самом деле но это мы коснулись здесь это вот периода затем до другой этот период на самом деле но с какого-то момента с коне в какой-то момент да то есть в реальности палыч меня привлекал то есть вообще там я была всегда визитка советник там директор росни и рос генеральный директор с ней рос была у меня такая вещь которая позволяет то есть на всякое международное все это хозяйство то есть палыч меня отправлял то есть как бы неважно я уже не было бы не был в релкоме но и выполнял функции советника по всяким международным делам от рос не рос поэтому во многих процессах которые происходили пошли понятно что камстар но если меня финансировал то взаимодействие с бритиш телеком с мси и так далее в этом ну когда он на на самом деле потому что для меня на моих глазах происходило формирование технологии которая сейчас называется мплс особенно говоря это был частный заказ изначально которые ну то есть превратился в так свеченка который по заказу мси собственно изначально циска через так свечем пришла к мплс в обсуждениях в лондоне в некоторых что он мне нравится что нет в какой-то момент это было просто абсолютно зверь не работающий это был интересный опыт тоже скажи вот когда пришла пора и немножко реформировать до структуру не но гистрация доменов я я могу момент создание кармин сама зелома конец воняйте это другое то есть какой-то момент я решил сходить посмотреть что там происходит с этой гранитационной группой я пришел у меня волосы дыбом стали это более длинная потому что они голосовали за выделение каждого домена собираюсь я это они достаточно редко но честно говоря я понял что спорить бесполезно прошли некоторые закусив и дела поэтому тихой сапой мы устроили переворот черных полковников с палочем и под кого и кого еще подговорив раши ну то есть другое для начала нужно размыть кармин сонной группы сделать ее пошире то есть расширить общественность а затем привнести лучший международный опыт мы поступили совершенно цинично в том числе используя горбачевский опыт то есть превратив это съезд народных депутатов собственно говоря из узкой группы которая могла договориться расширив круг коррессонные состав коррессонной группы потребуется вырабатывать правила и появились правильно конец появились правила по которым уже можно было работать не принимая индивидуальное решение по каждому домену все затем просто было совершенно логично просто глядя на процесс формирования участвовал в процессе по green paper то есть и формирование айкена стало понятно мейнстрим что мы разделение то есть ну во-вторых для нас тут была еще главная боль потому что рост не рост начал захлебываться поглотив то есть релан то есть начал пут своих собственных деньгах и и все нарастал конфликт интересов и с палочем как бы как на разделить эту деятельность и логично все это шло но долго шло на самом деле то есть поиск как нам ее разделить просто было абстрактное желание с другой стороны становились понятные модели которые обкатываются то есть ну понятно здесь реестр регистраторы то есть только другой другой тоже не по сути же не работали на западе то есть это был ну тогда они только раз это они 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 только-только на самом деле здесь то что маша запускал этого было мы были в числе первопроходства но фактически одновременно весь мир переходил на этом а для того чтобы удавить корниционную группу в том виде как она есть ну пришлось привлечь власть а скажи пожалуйста вот ну вот момент я уже то есть это был момент перехода то есть с раз телекома то что как раз телекомом чисто то есть там пошел веточка артекома я был советником генерального директора с другой стороны в совете при министре при реймане и здесь вместе нового рейма начали пытался все задушить но ввп его поправил разные люди поправили что не нужно все по подминать жестко поэтому была дана свобода на принятие решений то есть никто в них не лес и все-все-все после ряда таких не публичных консультаций в ограниченном круге лиц мы пришли то есть к модели той который был сформирован к c хотя мне после говорили на самом деле да плевал бы ты на демократию сделал бы свою лавку контролировал затем бы все равно отняли бы но хоть что-то было бы нет мы были идеалистами поэтому мы пытались сделать используя лучший мировой опыт с участием всех заинтересованных лиц ну вообще в принципе собрать затеи это хорошие сдают баллась с самого начала естественно пытались все равно здесь отразить чтобы не было не подставлять министерство из-за этого регистрация к ци и передачи функций затянулась собственно говоря это менялась так называю опытные изменения изменить просто положениями просто некоторые вещи просто оттягивались пока все-таки спалось изменение пола юридического статуса министерства не определились окончательной модели собственно говоря по все могло состояться в 2001 году она затянулась к 2005 шестого но все могло бы стартовать 2001 просто это были реверанс перед властью зато у нас в крыльцовом центре было время принципиальное решение было принято да то есть на самом ли все для всех был относительно мягкий переход с другой стороны и на мой взгляд некоторые распустились потому что некоторые вещи можно было делать по-другому но что сделали то сделали но люди же в замороженном состоянии находятся они творчество подводят к своей территории которые попадают в их руки ну все затем просто только единственно логично нужно было бороться с появлением айкена за мультиязычность то есть началась борьба за рф который собственно говоря маша с кирой как руководители ведущие специалисты продвигали на международном уровне но я периодически 5 копеек вставлял да но как к цен так сложилось да но я первый председатель совета к ц но не нужно удивляться потому что для того чтобы никто не обижался мы решили это делать по алфавиту ты вот упомянул о появлении русскоязычного домена но интернационализированного домена будем выражаться точнее если бы там такую дуру не поставили на этот процесс все произошло бы гораздо раньше но айкен периодически отличал с умом сообразительностью ну скажи пожалуйста может быть ты что-то помнишь из процесса проработки в координационном центре этого проекта почему не кириллица вру почему это отдельный домен а мы не были идиотами ты не забывай что все равно то есть все кто в этом участвовал как правило были ну как тебе сказать жора если с восьмидесятых годов пошли в допомню историю кодировок у нас же был изначально аске за бздики а затем кое 8р по федотов его фамилия балл кое 8 то есть это же федот покойник тоже уже затем то есть модификации то есть еще тоже покойник кое 8р затем война то есть захват территории майкрософтом венгерский с появлением и кодировки до которая стала доминировать просто просто низким не советуюсь просто фактически на территории страны была введена внутренняя кодировка майкрософта и мы имели то есть набору такой зоопарк со всем этим поэтому ушло много вопросов что с этим дальше делать во вторых на самом деле разбирая совместимость работы в сэн кодиров мы принимали проблемы совместимости всего тем более в отношении имен то есть смешение скриптов то есть это вообще просто был считалось в начале мавитоном а просто понятие понимания но что это очень большая проблема по куче причин и гомоглиф и все остальное только часть проблем которые возникают тоже открывая ящик пандоры мы дальше проснесемся мерьте называть кто породил то что происходит с юникодом идиотизм который творится да я понимаю чем так далее вообще за цене но нет я напомню тех напоминает из план 9 которым занимался вадик но чтобы ты понимал что здесь это все тянется с 80-х то есть вся эта история в которую дальше переросла и мы имеем как и не год поэтому уменьшайте количество сущностей это правило номер один то есть не создавайте новых проблем не верите могу сказать как я отношусь к универсал акцепта было абсолютно понятно я к сожалению извини был следующий вопрос про универсал да не добавишь другое просто я честно говоря после одной беседы с винтом серфом у нулевых а он винджи обычно что ему наговорили идея он затем и ударит кому угодно кто наговорил уже непонятно ночью все кто-то бросил но надеются что то есть тройка и подберет обсуждение было на тему что нам делать с краской но это не звался один то есть трибуха еще не использовали из почты да хрен с ним говорит винтовит какое угодно на самом деле что дело главное подавайте мы как почтовый союз мы будем ну почтовый союз официально ведь вот для адресов официальный скрипт это французский с самого начала это здесь почему ты сделал просто затвердите просто не игнорируйте что у нас будет просто аске скрипт и все и по остальное просто игнорируем и будем обрезать просто вот в этой точке перехода будем обрезать ну ладно пообсуждали написал я подумал подумал написал харальда или странду харальд тогда возглавляла и битв затем подключили еще нескольких людей и так кратко обсуждая то есть именно вопрос что нам делать с почтовыми адресами то есть ну очень быстро то есть больные чистоплю и типа джона клиенсина вывели на то что мы в адресах должны поддержать downgrading со всего на все то есть мы должны поддерживать downgrading с любого скрипта вплоть до юси пи и компьютер русских адресов все что исторически использовалось в нотации почты мы пошли не из мы не знаем где она еще есть мы должны сохранить все идеалистической картине да то есть даже привлекая там своего приятеля из китайского сенника то есть джинкай джинкай в принципе многие по себе вещи сделали но джинкай то есть танком с ну имея ресурсы в общем как по крайней мере китае этот вопрос решил но избавиться от чистоплюев и искатели философского камня не удалось поэтому мы имеем то что мы имеем то есть чистоплюев это раскрутка и никуда теперь это рай для клингонов дальше я взял я вот этот твой вот клингонский язык взял на вооружение теперь всем этот пример привожу универсальное принятие есть продолжается этот цирк дальше продолжается но вы сами же святой ты думаешь этот цирк во что-то полезное выльется привыкли мы лет через пять пользоваться дима сады знаешь в вавилонскую башню уже разрушили поэтому не давать понять другой это вполне закономерный процесс в отношении почему я отношусь скептически я просто стал к этому моменту еще раньше понятно что попытки внедрить какой-либо новый протокол то есть с начала девяностых они всемирно они терпят то есть система уже достаточно сложная и это просто не работает то есть уже сто процентов заместить что-то одно на другое просто невозможно то есть это послужило на самом деле толчком для того аргументу для чистоплю и с другой стороны чистоплюев и проигнорировали то есть мы имеем спагетти который просто разрастается 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 варись кашка варись но вашей варись горошечка варись надо почему вы что что больше не знаю не знаю просто другое происходит со всеми технологиями на данный момент просто мы имеем частично островное внедрение или не то и на при использовании не по первоначальному назначению это наиболее вероятно но были могу тебе привести куча на самом не да тот же день с д но да и нас обратился в действительном большого стада верблюдов которые ведет в разные стороны все понятно да насек который никогда не будет внедрён потому что чем дальше тем больше обнаруживается проблем но тоже другой сложность поддержания новых протоколов она превышает вообще какие-либо выгоды от их внедрение да хотя на природа сектор кули абсолютно искусственно потому что ну сыграли на амбициях одного человека и все вот и крипто офицер представитель можно сказать сервайзер специальных единичных людей в мире которые обладают как пишут журналистами ключами от интернета меня никто не похитил и не пристрелил да удивительно не почему некоторые не пошли потому что боялись что похитить и прочее только в первую поездку я имел проблемы потому что это кстати все время вырезается всех интервью давай здесь оставим но потому что да просто все телеканал это вырезают просто в ноль мы не телеканал мы можем ну да потому что как бы получилось так что семья у меня выпросила надо поехать съездить на кубу посмотреть куб и уже когда все было организовано куплено я узнаю что церемония мне нужно ехать с кубы на церемонии в лос-анджелес посреди отпуска ну я поставил райт на уши очень худо-бедно оказалось все-таки с кубы и обратно можно улететь хоть то есть напрямую нельзя пошли они американский гражданин в принципе на самом деле к система очень хитрое отношение с куба что на кубу чартерами можно полететь но для это может быть американский гражданином из кучи штатов и на самом деле там замечательно американцы отдыхали всегда но через мексику можно поэтому я был выстроен маршрут то есть через канкун мексик мексика лос-анджелес машины напрямую нельзя по-другому не летает просто самолет летал в конкун ну да я нет пока бы даже логистику удалось изъявить амстердама организовать то есть заказа машины доставку аэропорт приезжая в аэропорт и меня вяжет кубинской безопасности с нормальными покупку ночью погонами так далее и говорят мы не можем вас выпустить с куба вы здесь бросили семью младенца новорожденного я думаю когда я за неделю успел зачать родить и все остальное игры вы точно готовы нету что-то подобное ожидал честно скажу поэтому я договорился с замминистра на самом деле был телефон посла меня было в крайнем случае соответственно что что кто-то в миде был предупрежден что если что-то будет происходить не вообще-то прежде чем согласиться я спросил в министерстве разных как бы умных людей ребята ну что играем давай попробуем ты не боишься нет пошли тогда будем играть но когда я стал угрожать что я буду звонить послу но в итоге меня через полчаса пропустили посадили в самолет ребенок то есть я был настолько шокирован не знаю я не знаю что это было я не знаю что я не знаю что это было но это было я почему в райпе и прочее то есть советы директоров рояров люди и вояне люди знают об этой истории почему это как анекдот рассказывается обо мной как русский ехал с кубы подписывай зону конечно давай как на этом нет я пусть убедился какая раз гильдейская страна мексика потому что так курить запретили но я договорился с погранцами и я ходил уже пересекал границу раз 6 ходил курить туда я пошел покурить то отношения были мы тоже покурить хотим ты же не конечно же в мекике главного то есть я убедился что на самом деле по-человечески решается любой вопрос я понял почему американцы опасаются иногда это странно но это закончилось на обратном пути не но я прилетел на самом деле сидим там мой приятель из вашингтона сидим а ты не хотел бы у нас лет на двадцать задержаться и вечер это о чем это бьюсь вид выйди наружу из гостиницы сделай десятка два снимка вокруг лет 20 обеспечит нету поешь с одной стороны в тот момент сейчас многие там перенесены пошли до был рейта он это был сочи боинг это было нортерн груман там много все осталось но по-прежнему бывшая 62 авиагруппа который сейчас теперь центр управления космическими силами соединенных штатов я это все хорошо так поешь как бы негры не болтаются опущены наркоманов нет то есть в секунды такой тихий научный городок чистенький только теперь китайцев много появилось то есть напротив всего этого теперь стоит китайские корпорации ну будучи более правильнее подожди а я же не рассказал до конца это еще я не вернулся на на кого так ну я пошел то есть подаю мексиканская компания там дают мне посадочные я смотрю только что-то у меня посадочный сразу же по всему маршруту ну ладно думаю значит так надо три полета то есть три посадочных гуляю себе думаю скоро пойду вдруг слышу свое имя ласт ком нет дмитрий бурков подойдите к стойке регистрацию я иду к стоит думаю меня ну ладно иду к стойке регистрации и друг мяка окружает дюжина людей разных то есть окружает кругом и говорят сдайте ваш посадочный мы не можем вас выпустить соединенных штатов ну пошла разборка такая во первых вам неправильно выдали вам не могли выдать по закону посадочные из мексики на кубу спрещено дайте хотя бы на мексике нет потому как вас на кубе арестуют и посадят в тюрьму у нас нет гарантий что вы с кубы сможете уехать домой и вот такое часовое препирательство с разными а причем куба специфическая то есть меня даже понимаешь другое там же не было у меня брони как таковой это была копия телекса о том что меня были рейсы аэроплота но в общем в итоге я заговорил зубы в итоге мне выдали посадочные до мехико не до конца то есть а затем я пошел к самолету так вот на каждом пункте проверки на каждом security меня останавливали возвращали в исходную точку то есть я прошел этот маршрут туда обратно то есть повсюду постоял красный флажок то есть я стоял в системе как человек которого нельзя выпускать то есть предложение остаться здесь на 20 лет но ничего в общем я прилетел дальше уже женой посмеялись ничего а затем я уже к тому моменту в общем-то лос-санжелес летал как бы было самое сбитое место для меня в соединенных штатах азай же вальсегунда нам надо уже будет подходить к концу поэтому я задам часть таких стандартных вопросов мы очень многих спрашиваем вот эту фразу поднимаем тему в разговорах о фрагментации интернета до суверенитизации разделения альтернативной днс ты в самом начале нашей беседы сказал вообще вообще его собраешь слова интернат потому что корни меня когда вот мой приятель писал книгу матрикс вообще честно говоря тут все это чем матрикс всяких ванчевских так далее сеть состоялась куча разных сетей ну да то есть другое но да не взаимодействовали собственно говоря нужно на еду все забывают простую вещь что все равно это по-прежнему сеть состоящие сетей потому что сеть определяется центр управления и адресации маршрутизации все каждый оператор это полностью каждый из них может поставить забор просто это искусственная политика на самом ли замы запачкание мозгов абсолютно искусственная которая создает имидж что это вода на сквозна это прочее попытка ездить на твоем загривки кое-кого собственно говоря это чисто экономическая то есть экспансия за твой счет по всей планете это просто сказка созданная для захвата абсолютно имперского захвата планеты то есть от группы корпораций в чистом виде что это все общее то есть извините какое на общее то что моя сеть мои правила my network my rules это собственно говоря по другому сети просто не живут и не управляемая а после поверх этого кто-то идет и говорит а это все мои отчеты там не выполняю же мы сейчас прижмем у нас правила другие всемирные просто на самом сейчас люди потихонечку приходят в трезвость в трезвое состояние что это достает весь мир просто большие и сочи очень большие деньги очень большая политика выкручивает руки переписывает картинку мира просто то что нарис не верь глазам своим то что это иллюзия это чисто фата моргана которая устроена лишь под этим въехать на колясочке в рай что собственно говоря то есть этот период экспансии он собственно было подвержен дальше уже все можно делить дальше же можно строить заборы просто когда большие деньги вошли дальше строится барьер для входа маленьких то есть в этом смысле они все равно выгодном положении то что у них уже хватает ресурсов жить даже в условиях барьеров просто да теперь уже необходимости в этой психотерапии промывания мозгов уже почти не осталось нет идеалисты еще поживутся ты в этих условиях но как бы все здесь все понятно на самом деле физически ничего не менялось это была иллюзия просто магия гипноз который погрузили всю планету гибельсовщина гибельсовщина как хочешь но извини меня но речь шла о триллионах долларов и почти потекли в определенную сторону хорошо скажи пожалуйста какой ты эту сеть сетей видишь через десять лет ну попытки то делаются конечно дело пор здесь вариант потому что мы уже сейчас мы же сейчас имеем просто просто не признаем вам на самом деле принципиально пропорция то есть между основными игроками и то что называется long tail то есть небольшими она всегда не очень сильно менялась просто появилось несколько слоев этих игроков конечно сейчас будет здесь десять лет на самом первая попытка крупнейших толка сделать реванш соб не собственно говоря все игры другой вопрос пошлить не первая попытка другой стороны будет ли ты на затаре был мистейк звали тем то есть как играю с бродбэн то есть или из 5g выйдет что-то больше чем просто новая спагетти на на базе и пи но опять же пошли на если не работает то начинают сверлить дырки и все замечательные идеи идут под откос и сейчас мы находимся в ситуации когда это еще не ясно 5g это вообще-то честно говоря не не радио доступе он совершенно абсолютно не пригоден для практического это больше об архитектуре сети и укладывая все в эту архитектуру то есть без зависимости от 5g то есть дочь телеком готовился очень много лет привлекая лучше кстати специалистов из нашего мира с нулевых годов по разработке своей архитектуры платформы как пример привожу но они просто поиграли там с балканскими странами некоторым по черногории как от с бета сейчас в общее то есть есть другой полетит не полетит если намудрили не полетит совсем но что-то извлекут но в принципе в принципе попытка заложить мейнстрим то есть внутренний мейнстрим архитектурные в общем создает предпосылки что у них есть шанс восстановить часть утраченных позиций но они и так стали очень-то ключевыми лидерами но пашет вот витки то есть в витки развития телекоммуникации то есть от государственных монополий с полной собственностью в том числе на оборудование ну она либерализовалась затем возникает например мы сейчас имеем как пример то есть первоначальный монополии и тенте на телефон мы сейчас имеем по сути монополию того же самого google apple на начинку на то что у тебя находится в руках на самом деле та же самая на поле только по-другому только для этого не нужно вкладываться деньги во всю другую инфраструктуру хорошо последний вопрос а что для тебя сейчас координационный центр и каким бы ты хотел увидеть в будущем я его хочу видеть я его хочу видеть а дальше он принимает те формы которые необходимы здесь эволюция потому что мы поешь другое мы все говорят что какая-то была демократия свобода никогда не было на самом просто это всегда был баланс между нами то что мы всегда использовали государство это взаимодействие с государством даже кто-то работает на госслужбе он имеет свои ограничения кто-то работает вовне и мы всегда работали в этой комбинации то есть начиная с советского союза но не важно то есть другое правительстве или вне правительства используя оптимально возможности просто в той или иной роли в той или иной шапочке ты имеешь те или иные ограничения и это всегда нужно было как общая площадка для комбинации и без совершенно спокойно относился до из абсолютно там частных рук из общего через общественный до передали там государственные руки затем взяли из государственных рук проиграли эту модель дошли до определенного уровня она сдвигается в эту сторону вопрос на самом деле что этот необходимо сохранять центр компетенции и опираться на реальную почву замечательное завершение спасибо большое с нами был дмитрий бурков это координационный центр оставайтесь с нами